Добрый вечер. Несколько слов о коллизии с заводом Volkswagen в Калуге. Забастовка там зреет и никак не может вызреть. Все по этому поводу уже рассказали все, что можно. И никто на самом деле не затронул самую важную проблему. Почему за интересы рабочих борется маленький, гордый, альтернативный профсоюз, созданный непосредственно на этом заводе, а не Министерство трудовых взаимоотношений во славу правительства имени товарища Шмакова. Знаете, у нас есть такая организация, есть такой гражданин Шмаков, он давний лидер еще со времен Советского Союза, и возглавляет он наш профсоюз, абсолютно независимый, который с утра до ночи занимается решительной борьбой. Не знаю, с чем, за чьи интересы. Товарищ Шмаков руководит этой конторой, начиная с 1993 года, то есть уже 20 лет. Какие итоги вот этого 20-летия? Мое оценочное суждение, субъективное, хотя и основанное на точке зрения независимых экспертов. Вот благодаря той политике, которой занимается наш независимый профсоюз имени товарища Шмакова, мы имеем гастарбайтеров, мы имеем люмпинов, и мы имеем в том числе подрыв экономики. В принципе, ну вот раньше подобный набор достижений, он как раз и умещался в формулировку, достаточно емкую, хотя и размытую, враг народа, а также измена Родине. У нас, если помните, в советское время самой распространенной профессией был строитель. Вся страна работала на стройках пятилетки. Все люди по всей стране, всех национальностей, начиная с титульной нации русских, пахали на стройках. Что произошло? Почему у нас на стройке не встретишь ни одно русское лицо? Почему у нас именно от стройки началось рабовладение в стране? Как так получилось, что те миллионы, кто работал на стройке, сейчас куда-то подевались, и на их место нужно было завозить вот этих вот несчастных, трагически несчастных людей с окраин нашей национальной, многонациональной империи? Как так произошло? Произошло по днастикам капитализма. Закон капитализма — меньше затрат, больше прибыль. И человек приходит на стройку. Например, это москвич, работающий в Москве на стройке. И он хочет социальных гарантий, со временем он хочет страховки, он хочет зарплаты. То есть он хочет всего того, что работодатель не готов ему дать. Но, тем не менее, профсоюз, по идее, должен был бы, во славу его интересов, во имя его будущей работы, достижений, а также экономики нашей страны, у работодателя вырвать. Что у нас делал профсоюз Винитая Шмакова? Ничего. И теперь у нас люди, которые хотели бы работать, повышать свою квалификацию и как-то расти профессионально, они из этого сектора экономики, в принципе, вылетели. Они также потихонечку покидают вторую по количеству занятых людей в советское время профессию шоферов. Раньше водитель это была номер два после строителя. Тоже мы видим уже на тех же самых маршрутках несчастные таджики. Многие относятся к ним с презрением, я отношусь к этим людям с состраданием. Потому что, представляете, на что вынудила судьба этого человека? Он должен был бросить свой дом, свою семью, поехать в чужую страну, в чуждое окружение. Оно очень нетерпимо к его отличию от всех остальных. И здесь работать, работать и работать, и при всем при том, у него прав нету никаких. Где профсоюз? Где интересы? Почему вот эти русские мужики, которые раньше сели за рулем автомобилей, они тоже куда-то делись? Они что, всем в менеджеры пошли? И они все за границу уехали, удечка мозгов. Нету там никаких особых мозгов? Они все спились? Нет, не все из них спились. Кто-то еще где-то чем-то занят. Кто, где и чем? Почему произошло замещение вот этих людей на не пойми кого? И данная картина сейчас наблюдается у нас в автопроме. Мы свой автопром угробили. Мы от своего автопрома оставили только сборочные предприятия. Сейчас мы доломаем автоваз. Ну, автоваза-то ладно, туда и дорога. Он заслужил это. Автоваза давно уже не должно быть на этом месте. Там должна быть какая-нибудь зеленая рекреационная зона, поскольку на проклятом месте ничего хорошего не вырастет. Но в целом, вот вектор развития нашего автопрома к чему приводит? К тому, что мы берем неважно какие ресурсы. Было время, когда специальным условием оговаривалось никаких контактов с предыдущей советской действительностью. Человек, который работал на автозаводе времен СССР, его не брали на это предприятие. Сейчас берут всех. Но на автофрамы все же берут гастарбайтеров, на Ниссане в Санкт-Петербурге берут гастарбайтеров и завод Калуга, Volkswagen, трудовой конфликт. Маленький гордый профсоюз. Без какой бы то ни было поддержки со стороны товарища Шмакова, я вообще не нашел нигде никакого заявления нашего профсоюза, который бы хоть вякнул бы что-нибудь. Нет, он молчит. Это его не касается. Этот трудовой конфликт совершенно не касается наших независимых профсоюзов. А вот альтернативные профсоюзы теперь уже узкоспециализированные. Такой профсоюз есть на Форде во Всеволожске, такой профсоюз есть на Автовазе, такой профсоюз теперь есть на заводе Volkswagen Group Rus. И вот эти люди борются. Основной профсоюз молчит. Борются они против системы. Эту систему они не одолеют. Но единственное, к чему это со временем может привести, к тому, что здесь тоже начнут. Вот сейчас просто привозные рабочие, потом они перейдут на безголосых гастарбайтеров. И мы получим что? То же самое, что в строительном секторе, то же самое, что мы имеем в дорожном секторе. У нас денег на строительство дорог настолько много, у нас такой трагический переизбыток, что, как мы недавно узнали из прямой линии общения с подотчетным народом, то еще Путина, губернаторы просили его еще во времена премьерства, то есть пять лет тому назад, разрешить им нецелевое использование этих денег, поскольку они не в состоянии переварить такую кучу. Они говорят, дайте лучше что-нибудь другое построим. У нас нет чем просто, у нас лопат не хватает, чтобы закопать все эти деньги в землю. И денег избыток, квалифицированные рабочие силы днем с огнем, и уже мы видим результат. У нас дорог, понятное дело, при такой системе не будет. Где профсоюз, отстаивающий интересы? Нету его. В автопроме произойдет то же самое. Поскольку мы выкрутили руки производителю и обязали локализовать производство, подняв план до 300 тысяч, как минимум пять предприятий, пять фирм, пять брендов под это дело подписали, значит, мы будем через какое-то время иметь полтора миллиона автомобилей, собранных в России и неконкурентоспособных, где бы то ни было, кроме нашей страны, потому что они собраны кривыми руками, в том числе гастарбайтеров. И если раньше были какие-то надежды, что, предположим, мы их выбросим на внешний рынок, и у нас будет мощнейшая экспортная программа, мы начнем эти машины продавать за границей, например, в Белоруссии или в Казахстане, или как вершина экспортных достижений в Польше. Нет, мы не будем их там особо продавать, тем более за пределами наших соглашений, например, в той же самой Польше, потому что кривизна рук начнет сказываться. Она сейчас в Калуге уже сказывается, когда на сегодняшний день эта неприятность трудовых взаимоотношений вылилась в то, что руководство завода называет диверсией, и к призывам части работников бойкотировать продукцию в качестве контраргумента официально заявлено. Да вы не волнуйтесь, у нас не какие-то там работяги определяют уровень качества. Это настоящее немецкое качество, лучшее в мире, и на нашем заводе оно тоже лучшее в мире, несмотря на Калугу. Поэтому не бойтесь покупать наши автомобили, они заведомо качественные, ничего подобного. Косяки уже поперли невероятные, и, как и полагается, дилерская сеть вытерла ноги об клиентов. И эти случаи у меня есть, и в том числе у нас в эфире они звучали. И клиенту сказали, сам дурак, вали отсюда. Это как раз то самое немецкое качество Калуги. Поэтому симптомы есть, тревожные звонки есть, теперь начинается трудовой конфликт при полном молчании профсоюза. Профсоюзы в эту игру не встряли никак. Очень хорошо, очень грамотно на это среагировали сразу немцы. Во-первых, как только им стало понятно, что забастовка будет, немцы моментально уехали в неизвестном направлении, они разбежались отмечать 9 мая. У немцев это национальный праздник, день, когда им дали по морде русские. Поэтому вот именно здесь немцы на заводе в Калуге, они срочно смылись пить горькую по поводу того, что они проиграли нам войну. По крайней мере, официальное заявление было такое, что, извините, все в отпуске. Ах, как интересно, этого из чего вдруг в отпуске? А, ну правильно, национальный русский праздник, 9 мая, получи фашист-гранату называется. Во-вторых, они моментально договорились с независимыми судами, но даже не договорились, просто суд с невероятной ретивостью вдруг принял решение о том, что забастовка незаконна. Вот когда в Америке в начале 20-х годов профсоюзы становились той силой, которой они стали на сегодняшний день, гиперсилой, они с капиталистами выстраивали диалог при помощи всего спектра аргументов. Одним из довольно весомых аргументов был так называемый Том Меган. Это пистолет-пулемент системы Томпсона 21-го года, 45-го калибра. А также дробовик Риммингтон 12-го калибра. Замечательно получилось. И вы помните в американском кинематографе и про 20-е, 30-е, и про 40-е, 50-е годы, там если вдруг как-то мафия пытается решить какие-то свои интересы, то там довольно часто появляется некто и говорит, слушайте, я вообще-то профсоюз, и надо договариваться. И мафия с ними договаривается, потому что профсоюз — это чрезвычайно большая сила. А помните мультфильм «Шрек-2», когда Шрек со своей компанией приходит к крестной на предприятие, его охранник не пускает, он говорит, я из профсоюза, как тут у вас? Он говорит, да слушай, действительно, знаете, тут есть проблемы, вот тут мне по страховке не оплатили. Это профсоюз. Вы можете себе представить, чтобы у нас профсоюз вот так решал вопросы в пользу работодателя? Вот тот самый независимый, который имитающий Шмакова, он не в состоянии подобные вопросы решать. Тот маленький, который на Форде, который теперь на Фольксвагене, который есть на Автовазе, они пытаются решать вопрос. Но у нас ситуация однозначно не в пользу работника. С точки зрения работника, если есть возможность не платить, значит, надо не платить. Во-вторых, с кем тут говорить? Вот с этим вот приложением к отвертке? А что он такой сделал? Он две гайки закрутил? Он кто? Он никто. А будет вякать, мы его с баранировок согнем. И согнут ведь, и выкинем его, и выкинут. И гастарбайтера наймем? И ведь наймут. И тем самым при попустительстве нынешней системы защиты интересов на официальном уровне угробят наш автопром, который будет на гастарбайтерах производить низкий сорт в перепроизводство. Полтора миллиона нам в год не нужно. Мы не съедим столько автомобилей класса B, например, в основном, которые у нас и производятся. А внешнего потребления не будет. И таким образом, одну из тех отраслей, которую мы недавно начали создавать практически с нуля, вот эти сборочные производства, мы уничтожим. Уничтожим в том числе, потому что конфликт между работником и предпринимателем, он будет всегда. Регулятора здесь нет. Выстраивать новую систему взаимоотношений никто не позволит. Профсоюз будет, естественно, тут же признан экстремистским, разогнан, уволен. Кто-то, может быть, даже посажен в случае, если, не дай бог, там будет в том числе эффективная успеваемость решения вопроса. И вот такая вот удивительная коллизия, которая приведет к тому, что у нас не будет со временем нашей палочки-выручалочки. У нас нефть скоро потихонечку подешевеет из-за сланцевых нефти и газа. Газпром у нас вышибут из Европы пинком взад ближайшие, наверное, лет пять. Именно поэтому и возникает сейчас необходимость газификации муниципального транспорта, чтобы Газпром на внутреннем рынке хотя бы имел потребление. И все, что мы имеем, это оборонку и вот эту вот подсборку автомобилей. И с этой подсборкой у нас очень серьезные проблемы будут. Пока профсоюза нет, на этой поляне будет побеждать всегда работодатель. Работодатель никогда не будет соблюдать интересы пролетария. У пролетария тем самым заканчивается стимул к качественной работе. Генри Форд, пытаясь как-то сформировать в том числе интерес у своего пролетариата, по большому счету сам пролетариат, он ведь нашел способ. Он сделал ситуацию такой, когда рабочий делал машину для себя. И тогда у него появился интерес. И тогда жестянка Лизи стала дешеветь, а качество у нее, по большому счету, стало расти. И даже несмотря на те отсталые средневековые технологии, которые были. То есть получается, что варианты давно существуют. Как именно создать регулятор взаимоотношений, примеров масса. Но в нашей стране, ну да, пожалуйста, вертикально мы можем выставить сколько угодно. В самом низу пирамиды мы видим пролетария, который лишен гегемона своего. 70 лет он был у нас гегемоном в стране. Теперь ему этого никто не простит. Теперь гегемон у нас авторучка и с планшетом. И никто никогда не позволит работяге иметь зарплату больше, чем директора завода. А при советской власти такое было. У нас самым парадоксальным образом складывалась зарплата рабочего на заводе. У него инженер получал 120, а рабочий получал 300-400 на хорошем заводе. А директор получал те же самые 300, а главный инженер получал 250, а рабочий передовик, там, герой соцтруда получал 600-700. А на скорой помощи водитель скорой помощи получал 250, врач получал 120, фельдшер получал 45-70. Там главным в скорой помощи, судя по зарплате, был рабочий, рабочий человек, шофер. Шофер был важнее. Вот этого больше не будет. У нас на сегодняшний день любой рабочий поставлен в ситуацию второсортности. Он считает себя человеком, и он считает, что придя на предприятие, особенно на такое брендовое, неважно, это Volkswagen, или это Skoda, или это, например, Mitsubishi, Peugeot, он хочет работать там и получать при этом уровень жизни. Чтобы была еда, была квартира, жене на сапоги, дети ходят в хорошую школу. А с точки зрения работодателя, ты кто такой? О чем с тобой говорить? Ты что? Тут вообще разговора никакого не может быть. И вот эта коллизия, она очень серьезно и очень давно подрывает нашу экономику. 20 лет это уже происходит, и многие сценарии уже перешли на следующий виток. Они привели к какому-то развитию, какие-то направления были закрыты. Я имею в виду, в целом социальные. Мы от чего-то уже отказались, к чему-то пришли. И у нас практически незыблемыми остались вот эти отношения трудовых коллективов, которые и привели к нам в итоге дешевых гастарбайтеров, которые вернули в нашей стране рабовладение. У нас рабовладение, в общем-то, и не отменяли. Советская власть, она темой знаменита, что рабовладение у нас осталось. Здесь, кто не верит, попробуйте выехать за границу без специальной бумажки из КГБ под названием загранпаспорт. Вот в других странах вы можете это сделать, а в нашей стране нет. Потому что власть еще посмотрит, а дозволено вам выезжать или не дозволено. Относительно того, вы заплатили или не заплатили, недоимки по коммуналке. У нас вот это рабовладение было, оно сохранилось. Ты не имеешь права свободного выезда по сию пору, несмотря на то, что 21 век на дворе. А теперь еще у нас пришли работодатели, и что делать? И работодатели быстренько договорились с этими профсоюзами. И теперь у нас ситуация, которая развитие не получила, рабочий в правах ущемленный ушел. И мы имеем трудовые конфликты в нарастании и моментальной замене одних людей на других людей. У меня такое ощущение, что сейчас мы попытаемся услышать какую-нибудь рекламу. Профсоюзные отношения касаются немногих, всем гораздо интереснее. Не то, как создается машина, а то, почем и где ее можно купить. Телефон студии 6510996. Вы потихонечку не звоните. Из чего я делаю вывод, что пробки в 6 баллов не являются серьезной проблемой. И вы все радостно куда-то едете, но Илья уже дозвонился. Здравствуйте, Илья. Алло, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Пробки в 6, а в 9 час немножко снизились в 8. О, так интересно. Но по поводу вашей сегодняшней мысли, по поводу вашего сегодняшнего выступления, так сказать, грустно все. Полностью согласен подписываюсь двумя руками под вашими словами. А вы работодатель или вы наемный работник? Наемный, наемный, наемный. У вас есть хоть какое-нибудь ощущение, что вы можете не один на один, а с кем-то еще решить свои вопросы? Ну, только если договорившись, то есть, как бы, и не профсоюз, там, ты, я, он, она. Ну да, на троих, как всегда, подойти к шефу и сказать, слышишь, шеф. Правильно, да, да. Сейчас у меня как раз на работе такая ситуация, когда, ну, сговорившись, не сговорившись, но четверо сотрудников одновременно подали заявление об уходе, именно не договорившись с работодателем о, там, условиях повышения зарплаты и так далее. Зато, Илья, мы с вами абсолютно уверены в одном. Мы точно знаем, что пенсии у нас не будет никогда. Ну, о чем вы, Сергей? Какая пенсия? Пенсия, то, что мы отчисляем государству, это такой же налог, как и налог, не знаю, на прибыль, налог транспортного средства, ОСАГО. Это все налоги, которые мы платим государству, чтобы оно хорошо жило. Да. Чем оно и занимается? Оно живет замечательно, в отличие от нас. Ну, понятно. Сергей, давайте о веселом. Давайте о том, что будет интересно. Вот как, что скажешь о такой редкой машине, как Isuzu Axiom? Она вас своей красотой привлекла? Ну, у меня просто у друга, он юзает этот автомобиль уже достаточно давно, то есть около четырех лет. И действительно интересная машина. На мой взгляд, скажем так, не достойно забытая и не пользующаяся популярностью. Эта машина, она проиграла все рынки только потому, что проиграла сама фирма Isuzu. Фирма Isuzu, она довольно неплохо себя чувствовала всегда и по сей пору чувствует в сегменте грузовых машин. Она же делает грандиозные грузовики. Огромные, могучие, серьезные. Когда они начали потихонечку снижаться в модельном ряду, они дошли до внедорожников. А, например, на японском, на внутреннем рынке легковые машины Isuzu, это были Хонды. И вот у них несколько автономных моделей было, они быстренько прыгнули в объятия GM, и GM часть их машин продавал, вот, например, Isuzu Big Horn, они продавали как Opel Monterrey. Ну, вообще, у Isuzu много так называемого бэдж инжиниринга, то есть это то же самое Isuzu Rodeo. Да, 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 да. Фонда Паспорт, она же Opel Frontera, она же там долго трещина. Да, она же маленькая облигация. И Аксиомище, это очень неплохая машина, но спрашивается, а где дилер, а где еще кто-нибудь, люди, это как с профсоюзом, вы есть или вас нету? И, получается, они сделали машину очень интересную, причем, как это принято у Isuzu, это внедорожник. Он равный, на нем можно бороться с... То есть, во-первых, на мой взгляд, он очень красивый, и по сию пору не устарел, и не зря китайцы его попытались скопировать своими многочисленными убогими ховерами. Китайская машина, на которую можно смотреть без слез, это, как ни странно, ховер. Да, именно потому что это все-таки такая изящная пародия, очень сдержанная пародия на Аксиом. И Аксиом, когда на наш рынок пришел в сером дилерстве, он был именно в силу своей внешности популярен. Его брали, потому что, ну, если машина так красиво выглядит, то все остальное мы потерпим. Запчастей нет. У Isuzu, у них постоянные косяки, у них там то по движкам, то по мостам, то по раздаткам. И, в конце концов, это начинает надоедать. Вот помните у них, какой был, например, V-Cross? Шикарный совершенно аппарат. Да. Как они с ним вошли в Америку? Америка ахнула, потому что совместить спортивное купе с внедорожником додумались только японцы. Причем французы сделали то же самое, только в 5 раз больше и в 100 раз дороже мегатрак. Был такой. Кстати, в Москве их два, по-моему. Один я видел, на Петровском бульваре жил. Прекрасная машина. Фантастическая машина. И она, практически имея ходовую такую же, как у G66, и темперамент Ламборгини, позволяла по буеракам фигачить под 200. Пока не отвалится что-нибудь. Потом была жалкая пародия, Ламбо-Рэмбо, так называемая, которая так и осталась пародия. Ну, Ламбо-002, который он был раньше, его делали под контракт с НАТО, когда НАТО искала себе машинку, и в результате у них получился Хаммер. А был еще такой альтернативный вариант Читех, назывался. И Ламборгини тоже предложила свою версию. Ну, дороговато и, в конце концов, не настолько здорово, как это сделал Айм Дженерал. Айм Дженерал, он предложил концепцию иную. А Ламборгини просто предложил другой взгляд на вещи. То есть, все то же самое можно было сделать дешевле. А все-таки Айм Дженерал предложил иной подход, вообще кардинально другой, за счет чего и выиграл. А возвращаясь к Аксиому, ну, замечательная машина. И как всякая интересная машина, она просится в руки. Что с ней потом делать? Ничего. А потенциал у нее потрясающий. Потому что на этой штуке, у нас в стране, вот если бы фирма Исудзу, она, кстати, официально к нам пришла. Они входили к нам в 1997 году через дилерскую сеть Subaru. Приезжало несколько самураев. Они устраивали презентацию совместную с дилерами Subaru. Тогда, собственно, дилеров было две штуки. Был Успенский и его сервис знаменитый. Была фирма Азия Альянс. Игорь Маковский ее возглавлял. Вот, собственно, эти два дилера занимались всеми вопросами Subaru. К ним пришли с дилерским контрактом. Ударили по рукам. Потихонечку завезли какое-то количество Бигхорнов сюда. Которые Монтерей, они же Исудзу, этот самый, как же он в русском. Да, 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 Исудзу Трупер. И вот, казалось бы, еще немножко. Сейчас пойдут запчасти. Сейчас пойдет какое-то присутствие в автосалонах. Но в это всегда трудно верить. Вот мы же привыкли заниматься фетишизацией за границей. Нам кажется, что за границей не ошибается. Там все правильно, а уж японцев вдвойне. Нет, они облажались. Они традиционно облажались. И когда первая категория, вот первая эта группа, засылка была, приехали люди, ударили по рукам, подписали бумаги, уехали в Японию, исчезли. Им туда звонок. Ребята, а где машины, а где контракт, а где запчасти? Вы кто? Мы русские дилеры. А что, у нас есть дилеры? Ой, извините, мы узнаем. Через полгода приезжает следующая группа. Говорит, да-да, у нас тут есть дилеры. Сейчас все. Уезжает. Все, исчезли. Не до того ребятам было. И машина Isuzu в нашей стране могла бы стать вообще, в принципе, точкой отсчета для джиповодства, джиполюбства и оффроуда. Благо в основе своей она имеет прочность грузовика. Что из этого вышло? Ничего не вышло. Да, и, к сожалению, вот единственная подобная машина, которую я вижу, это Паджеро Спорт, но который проигрывает фактически... Вот именно первый Паджеро Спорт, то есть не который сейчас, а вот первый, который проигрывает фактически всем показателям, начиная с дизайна, удобства, продуманности, качества, мощности. Паджеро Спорт, он, конечно, рожден другим эволюционным путем, и его уж если сравнивать, то, наверное, с Isuzu Радео, благо он в этом классе ближе и логичней. Нет, согласен, Сергей. Скорее, по размерам, по крайней мере, он один в один, как и Аксиом. Да, как Аксиом, да. Потому что сверху там у них сражается все-таки Труппер и Большой Паджеро. Сверху Труппер, да, и Труппер и полноценный Паджеро. А я говорю именно по спорту, потому что тоже... Да, Спорт и Аксиом, да. И Аксиом, конечно, интереснее, чем в Митсубиси, но, к сожалению, развитие не получило. Митсубиси, несмотря на то, что подыхает, она выжила. Перерыв на новости. Да, пробки уже действительно достигли 8 баллов. В былые времена это соответствовало где-то рубежу порядка 9-9,5-10 баллов. Город почти стоит, но Яндекс тоже немножечко в инфляции. 6510996, телефон, студию. Давайте продолжим общение. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо вам за то, что вы вспомнили про строителей. Вообще, сначала все это с Лужкова и с водителей, действительно. И у меня вот какой вопрос. Когда же мы во главе с вами организуем профсоюз автовладельцев? Про союз? И что, как бы, даже вот мне нужно сделать для того, чтобы помочь это организовать? Как только пытаются люди организоваться во что-нибудь, обычно из этого получается такая эклектичная куча несогласованных ни в чем, несоглашающихся никак и противоречивых в оценках людей. Вот пока мы более-менее ни к чему не двигаемся, а просто обсуждаем, выясняется, что у нас полнейшее совпадение позиций. А дальше, посмотрите, вот оппозиция хоть раз у нас сложилась в чем-нибудь. У нас был трагический пример, когда белогвардейцы решали вопрос жизни и смерти своей и жизни и смерти страны. Но Деникин не счел нужным пойти навстречу Колчаку. Он решил, что он Москву возьмет сам. И в результате разгром. В результате Деникин в свое время командир дивизии. И Корнилов, Колчак, адмирал Колчак, командующий Черноморским флотом, то есть оба стратеги. Один понимал, что нужно объединиться, что нет причины для разногласий и амбиций. А другой этого не понимал. А Юденич? Юденич находился от Петрограда всего в расстоянии двух дневных переходов и одного прямого удара. И тем не менее на фронте у Юденича у него были только позиционные подвижки и в принципе ничего не было. То есть вот эти люди, они понимали, что это вопрос жизни и смерти. Их страны, они не смогли договориться. При том, что они уже занимались этим вопросом. То есть им не нужно было подумать, а хочу или не хочу. Генерал Алексеев ушел на Дон и начал вместе с Корниловым создавать добровольческую армию. Туда пришел Дроздовский, туда пришел Марков, пришли все остальные командиры и они начали действовать. И тем не менее даже здесь, когда на юге России развивалось белогвардейское движение, отдельно вдоль Транссиба шел адмирал Колчак и с чехословацким корпусом пытался изничтожить советскую власть. Отдельно сидел Юденич. Сергей, я перебью, а может попробуем? А вот смотрите кто, у нас же Пахмелкин пытается создать, ведь профсоюз автовладельцев или автолюбителей, как хотите, он у нас также называется политическая партия, например, имени товарища Пахмелкина. Так может не надо лезть в политику? Может надо защищать свои права? Как? Вот сидит, например, в Государственной Думе тематический комитет по уничтожению Конституции, который выводит нас из действия Конституции? У нас все это понятно, но просто у меня такое впечатление, что мы идем просто в никуда. Да, правильно. И только друг другу жалуемся на кухню у вас, у вас на кухне. То есть вы включаете в 7 часов вечера нашу кухню общую, и мы в этой кухне начинаем друг другу рассказывать байки. Ну, может, как-то вот что-то, попытку хотя бы. Попытка, предположим, собирается несколько людей, которые понимают одинаково, видят ситуацию одинаково, и дальше что? Кухня разрастается в размерах. Мы можем предпринимать какие-то минимальные шаги, например, на уровне себя, давать взятку милиционеру или не давать. Например, не давать. И какое-то количество людей остается без зарплаты. Я имею в виду ментов, которые не получили взятку привычную. Хорошо, это частичное решение проблемы. Мы как-то сдвигаем ситуацию с мертвой точки. Дальше что? Дальше есть закон, который против нас, и задача правительства, поскольку экономика разорена, и налоги в этой стране больше не платит никто, значит, переложить на население все бремя содержания государственного аппарата. У нас на совещании либерального крыла «Единая Россия» было заявлено, что в стране в живых осталось 1200 предприятий. Всего. И всей нашей страны 1200, и то в основном это оборонка. То есть они ничем и никак не могут всерьез помочь нашей экономике. Вот собираемся мы водители и говорим, значит так, нас государство душит, причем против нас же никто ничего не имеет. Мы те люди, которые покупают машины, и мы поддерживаем экономику. Но налоги, поборы, оброки, прямые и косвенные способы изъятия денег, плюс постоянная вина. Поехал не туда, скорость не та, заехал не в ту полосу, ты всегда виноват, чуть что сразу встречка. И без политики мы здесь не обойдемся. Потому что трактовка нашей вины или нашей невиновности, она определяется в том числе палатой номер 6, Государственной думой самозванцев. Вот там сидят люди, которые принимают закон подлецов, и они определяют в том числе, как нам жить, и как нас наказывать за то, что мы в чем-то неправы. Поэтому мы можем собраться очень большой кухней, и в этой очень большой кухне будет общественное мнение. Общественное мнение, например, 200 тысяч человек подают челобитную Путину. Ну так может быть это надо как раз собрать, ту самую челобитную. Собирали. Да, именно про это. У нас в стране отсутствует официальный ответ на любое обращение. У нас в стране не прописан механизм, как именно власть обязана или не обязана реагировать на обращение граждан. И когда 200 тысяч подписей по другому политическому, неавтомобильному делу были отданы товарищу Путину, товарищ Путин ими подтерся. Просто потому, что он не обязан как-то на это реагировать. Да, он принял к сведению. Да, 200 тысяч человек недовольны конкретно на одном участке определенным положением вещей. Все. Из этого не следует ничего. Значит, для того, чтобы из этого хоть что-то следовало, должен быть хотя бы какой-то законный механизм. Либо просто закон. Законы пишем не мы с вами. Законы от нашего имени пишут самозванцы, которых мы якобы выбрали. Хотя вот я, например, не выбирал их. Без политики не получится. Вот в чем дело. Вот в чем дело. А как только мы с вами полезем в политику... То есть собирать детям чемоданы. Сами не уедем, но детям надо. При нынешнем положении вещей это тоже, к сожалению, один из выходов. Но другой выход это оставаться здесь. Потихонечку ставить точные диагнозы этой власти. Потихонечку, видите, как было правильно сказано, посадят Навального или не посадят Навального, зависит от того, сколько человек придет на митинг. Если пять человек, значит посадят. Если пять миллионов, значит наградят. Значит, не то, что не посадят, а еще и наградят. И ОМОН у нас говорит, что когда у нас на Болотную приходит пятьсот человек, мы ему вломим. А когда придет миллион, мы просто к нему примкнем, к этому миллиону. Поэтому, если все упакуют чемоданы, шансов не останется. Если кто-то здесь еще будет, например, вы, например, я, какая-то перспектива остается. Ну, это самое. То есть, я-то и предлагаю хоть какую-то перспективу увидеть в ближайшем там, ну, десятилетии. Я понимаю, что это не за год там, не за два года. И даже за 10 лет я, может быть, понимаю, что это не звенешь настолько, насколько хотелось бы. Ну, хотя бы какое-то желание. Это, ну, ладно, хорошо. То есть, я в общем и целом как бы вас понял. Тогда же твой шкурно-личный вопрос. Если, то есть, хотел бы услышать ваше мнение по поводу газобаллонного оборудования на импортные машины. Вы хотите здесь поставить или хотите попытаться оттуда получить машину с этим газовым оборудованием? Нет, хотел бы здесь. Конечно, ставят. И вот в какой-то из четвергов, у меня это такой гостевой день, я приглашу к нам сюда представителя фирмы, который занимается как раз газификацией автомобилей, причем не только локально на уровне гаража, но и в целом с выходом на государственный уровень. И он как раз, этот представитель фирмы, он один из тех, кто сейчас, может быть, тоже поучаствует в притворении идеи Таща Медведева. Он у нас тут недавно вдруг по поводу газа ножкой дрыгнул и, помните, сказал, муниципальный транспорт на 50% должен ездить на газу. Ну, это скорее не он, а Путин. Ну, да, у нас в стране решает все вопросы только один человек, но иногда озвучивают еще парочка. Вот Медведев по этому поводу озвучил идею. В основе этой идеи, как мне кажется, лежит незавидная перспектива Газпрома, а газифицировать общественный транспорт не получится, как это не получилось при советской власти. А у нас с вами выбор небольшой, потому что есть китайское, итальянское оборудование и двойная топливная система. И на газу, конечно, можно ездить там либо на метане, либо на пропан-бутане. Заправок по-прежнему нет. А оборудование и двухтопливность машины, она хороша ровно один год. Потом начинаются проблемы, потому что нужно отрегулировать одно, нужно довести до ума другое. И если специалисты есть, если вам посчитали их найти, тогда вы какое-то время еще ездите. Но на газу машина расходует больше, чем на бензине. Соответственно, заправляться надо чаще. Вопрос, как завести эту штуку при отрицательных температурах, по-прежнему не решен. Нет, ну вот двухсистемная, она там сейчас нового оборудования, как бы она заводится только на бензине. И переключение идет там после сорока, по-моему, градусов. Оно всегда такое, потому что на газу при отрицательных температурах жить не получается. Вот как бы прогресс не развивался, что бы не наизобретали за последние 30 лет. Ну вот под итог, ваше личное отношение к этому. То есть вы бы оставили условно свою машину на бензине, поскольку я знаю, что вы бензин и любите. Я очень... А не солярку. Ну, у солярки тоже свои есть плюсы, просто в моей жизни пока нету места для этого. Я бы поставил газовое оборудование обязательно на какого-нибудь большого американца. Вот у которого V-образная восьмерка с расходом топлива 12 по паспорту и 50 по факту. Вот там даже газовое оборудование все равно это во благо. Но как только вы доходите до участка, например, бездорожья, либо вы попадаете в нормальную русскую зиму, либо какие-то трудности, вы всегда пользуетесь бензином. Хотим мы этого или не хотим. То есть газ серьезным подспорьем не будет. Всерьез изменить экономическое положение и стоимость владения он не сможет. Но изредка при прочих равных он бывает полезен, особенно если у вас прожорливая машина. Если у вас деуматиз, то этого делать просто нельзя. Ну, у меня транспортер. Транспортер бензиновый? А какой у вас мотор стоит? Ну, у меня двухлитровый. А вы на большую дистанцию ходите, на дальняк? Я на дальняк не хожу, у меня большие пробеги. То есть у меня там 100 тысяч я за год в легкую накатываю. Ну, вот по режиму движения, вы представляете себе, как часто вам удастся переключиться на газ? Ну, я бы ездил бы на нем, что называется, всегда. Я езжу по трассе. Вот, значит, раз у вас есть трасса, тем более, все, машина прогрелась, вы ее поставили на ход, и она у вас понеслась, тогда на газу можно, тем более, что 100 тысяч. Ну, газ кончится, и нужно будет где-то дозаправиться. В любом случае, дозаправитесь бензином. Да, ну да, да. Спасибо, спасибо вам большое, но, может быть, что-то надо делать. Делать что-то надо, и, вы знаете, вот совсем короткий пример. Когда много лет тому назад я получал права, меня в автошколе учили, я должен иметь с собой 10 рублей на взятку гаишнику. Сейчас в автошколе учат не тому, чтобы платить взятку, а того, чтобы сразу бодаться с инспектором. Эта ситуация изменилась за 15 лет. 15 лет тому назад всем говорили, не спорьте, теперь всем говорят, не платите. Изменилась? Странная ситуация, потому что тут же собирают в шапку деньги для того, чтобы сдать на права. Да, для того, чтобы получить вступительный билет в это правовое поле. Но, и тем не менее, 15 лет тому назад в шапку собирали, но все говорили, не вздумай спорить с инспектором. Сейчас все-таки за это время произошло изменение и в сознании людей, и в отношении к милиционеру, и в целом к правовой ситуации. Желающих загнать мента за мажей стало чуть больше. Не потому, что хочется мента нагнуть, потому что хочется самому распрямиться. Многим захотелось самому распрямиться, в том числе на дороге. То есть что-то же можно изменить? Спасибо за вашу кухню. Спасибо вам. Перерыв на новости. Телефон Сергея Асланяна 65 10 9 9 6. Александр, вы на линии. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Степанович. Полчаса ожидал я. Спасибо вам за эту верность и за потраченные деньги. Как ваше отчество? Может, просто Лазарев. А, здравствуйте, Александр Лазарев. Как угодно. Можно Акаки, да. То есть это, собственно, для меня привычное. Я хотел начать с профсоюзов, потом общественных организаций про госдуру. Я, ну, я, конечно, сразу приношу извинения, но только за это. Потом, ну, вот товарищ попался, да, который хотел что-то объединить. Сергей, ты опять 100% прав, что ничего не получится объединить. Важна частная инициатива. Так же, как сейчас все происходит на том самом заводе. Тех самых вот создания того самого маленького профсоюза, который готовы бороться и отстаивать свои права. 1 мая, Сергей, я надеюсь, вы смотрели, да? Когда Шмаков у нас, по-моему, фамилия-то, вывел там 50 тысяч узбеков. Да-да-да. Ну и всех остальных. Я как раз вот... Он-то сейчас и защищает их интересы. Зачем нам сейчас думать о чем-то? Что там происходит? Зачем? Нет, вот оно и есть. Каким-то образом распущена картинка, показали, все нормально. И потом уже те, кто имеет доступ хотя бы к Ютубу, они прекрасно видят, да? Что там происходило на 1 мая. И вот меня как раз... Саш, вот меня именно очень ударило по нервам это заявление о том, что профсоюзы вывели рабочих, товарищ Шмаков, независимый профсоюз, ура, 1 мая, мир, труд, май. И чьи ты интересы отстаиваешь? Так лохов сейчас нет. Там вышли десяток нормальных людей, которые просто тупо все это сняли. То есть ни для кого не секрет, что там происходило. И вот, Сергей, вопрос частной инициативы. Когда человек задавал вопрос, вот только что, кстати, он говорил, мы идем в никуда, я перефразирую, мы никуда не идем. Да, как вариант. Идти в никуда, это как минимум идти, но когда ты никуда не идешь, это просто тупо стоять. Мы уже потихонечку погружаемся в болото, мы не просто стоим. Да, 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 именно вот это самое и происходит. Ну, Сергей, давай на ты, мы с тобой друг друга знаем. Конечно, конечно, Саша, на ты. Сергей, ну и, собственно, вот о чем мы сейчас говорим. У нас все общественные организации, все, я заявляю, за исключением, пока Шумский один, пробок нет. Этот товарищ единственный, кто себящий, пока он один. За ними не стоит толпа, ничего, он делает что-то один. Никто не понимает, как он это делает, откуда берет билборды и так далее, но он все это делает правильно. Его нельзя за это упрекнуть. Все остальные общественные организации, ну, это секта. То есть есть некий, например, там 10-5 человек, где-то 8. И вот они как-то решают, куда идти, как идти, за что мы боремся, что мы делаем. И вот потихонечку там где-то болтыхаются, барабки. Каким-то образом появляются там некие инициативы, какие-то там, ну, вот, создали организацию вот буквально недавно. Забыл, как называется, но там возглавляет ее Сергей Канаев. А в общественный совет входят, Сергей, ты сейчас, я не знаю, я тебе пришлю ссылочку, ты обязательно посмотришь. Гейко, Сан Саныч Пикуленко, Маржоретта, ну и так далее. Все самые бонзы, да, вот, того самого движения автомобильного и правового, ну и всего остального. И заниматься будут воспитанием водителей. Вот что самое смешное во всем этом. Знаешь, я абсолютно уверен в Сан Саныч Пикуленко. Я сильно подозреваю, что он не совсем в курсе своего членства в этой организации. Да, я полагаю, что и Гейко не совсем в курсе, хотя... И дядя Юра, я думаю, ну, дядя Юра на самом деле борец, и дядя Юра, он прекрасно обойдется без Канаева для того, чтобы делать то дело, которое он делает. И Юрий Васильевич Гейко, он, в общем, специалист по борьбе с негодяями. Ему для этого Канаев не нужен. Это сто процентов. Ну, так или иначе, какие-то вот общественные структуры создаются. Непонятно откуда, непонятно почему, непонятно зачем. Вот мне лично непонятно, потому что этой темой, ну, Сергей, знаю, да, лет 15 мы занимаемся. И какой смысл, да, во всем том, что сейчас происходит в этих общественных структурах? Смысла никакого нет, тем более, что они также неразличимы на общественном фоне, и никто их не слушает и не собирается слушать, но те люди, которые их возглавляют, они на что-то рассчитывают. И тот же самый Канаев, или вспомни, например, большого защитника наших с тобой прав Лысакова, который оказался в госдоме. Это самый блестящий пример, вот, да, это народный представитель, да, автомобилист. Да, человек, который придумал для нас бальную систему. Полузащитник? Нет, мы говорим сейчас не об этом. Он и три его там подвижника, все, вот она вся, эта самая структура, которая им создана. Вот сейчас он сидит в Госдуме, да, конституционный комитет, точнее, комитет в Госдуме по конституционному законодательству и госстроительству, и он у нас курирует административный кодекс. Никто не будет в Думе, а он. Да, в комитете по уничтожению Конституции. И вот сейчас мы будем жить, вынуждены жить по их законам. И вот сейчас, что я хочу сказать, Сергей, смотри, я презираю эти законы. Почему я должен исполнять те законы, которые мне лично не нравятся? Вот я хочу, чтобы каждый из людей решил о том, что вот какие законы он должен исполнять, какие не должен. Вопросы ноль промилле, вопросы этой бальной системы, вопросы этой выезд на встречку, которая уже просто уже в голове сидит, уже миллион лишенных, святых ждут, когда им права вернут. И их становится все больше, больше и больше. И, собственно, сейчас у нас все ужесточается, ужесточается, ужесточается. Да, это только начало, потому что... Самое смешное, они-то не остановятся. Нет. Наша госдура... Ой, прошу прощения, опять приношу извинения, но только за это. Она не остановится. Они ведь у нас думают, что репрессиями можно прекратить убийство на дорогах, да? Это нехорошие автомобили, которые спасают жизнь, да? Саш, не обольщайся. Они не занимаются сокращением смертности на дорогах. У них экономический интерес. Это то, что они рассказывают нам, будто бы... Я не обольщаюсь. Я понимаю, о чем разговор. Я обязанно внимательно слушать, да. Поэтому тупо заработать. Это, что называется, ничего личного. Денег давай. Ну, понятно, что, конечно, это бабло, это чисто. Причем у нас нет никаких прав. В судах мы защищаться не можем. Не можем. Им доказывать ничего не нужно. Достаточно одного протокола. Да. Сейчас те самые... Ну, это ладно, про ноль промилле забыли, потому что тема изъедена уже настолько, что просто говорить об этом не хочется. И вот в этой самой ситуации нам еще подкидывают ужесточение. Да. И мы и так работаем. Сейчас мы, водители, работаем на авто-пром. Не те, кто там гайки закручивает, а мы платим за те самые везенные машины. Те, которые у нас собираются, мы платим за них столько же. Да. Даже больше. Какого ля... Нет, ребята, я хочу спросить, какого ля... Вы нам обещали что? Вы нам обещали какой-то аксесс в бензин включить, транспортную налогу убрать. Но в результате и аксесс включили, и сейчас бензин дорожает, а налог тоже в два раза подорожал. Саша, ты такой взрослый, а до сих пор в сказки веришь. Тебе кто чего обещал? Кто тебе чего обещал? Нет, мне Путин лично обещал то, что у нас аксесс будет... Точнее, транспортную налогу будет включен в аксесс. И у меня есть все эти статьи подборку я делал. Мне лично обещал Путин, как мой президент. Неважно, голосовал я за него, нет, но он мой президент. Я сейчас пока еще живу в России. Но у тебя есть еще депутат Лысаков, за которого ты голосовал. Вот он должен отстаивать интерес. Да, нет, ну за Лысакова я точно не голосовал, и уж тем более за эту партию, это понятно, да? Но выбранный президент, мы ему как-то должны, да, внимать и каким-то образом доверять. Ну хотя бы, ну чтобы он не лгал, нам периодически, всегда и везде. Вот периодически, минуточку, или всегда и везде? Нет, вот так получается, что периодически, всегда и везде. Постоянно вранье и везде кидало. Вот так сейчас и живем. Вот наша власть везде и абсолютно на чем угодно. Когда они нам объясняют, почему мы им должны, и начинают принимать эти законы. И вот я смотрю, ребята, почему мы вам должны? Стройте дороги. Почему у нас дороги стоят в десятки раз дороже, чем везде, и причем разваливаются потом, уже на следующий год? Почему у нас нет новых дорог? Вот меня больше всего что-то забавляет. Ни в Москве, ни где-то в России. Новых дорог не строится, причем там денег-то намного меньше, строить эти самые хайвэи и все остальное. Нету? Тоже нету. Как ты думаешь, этот разговор имеет смысл продолжать? Абсолютно никакого, Сергей, я вы умоляю. Вот этот разговор точно никакого, но к разговору о том, чтобы создать какую-то организацию... Нет, Сергей, я сейчас пока не верю ни в организацию, ни во что. Я очень часто подъезжал, куда меня просили, я посмотрел на то, что там происходит. Нет, сейчас это просто настолько бесполезно. Только частная инициатива. Вот один человек, один в поле воин. Один в поле воин, либо маленький тематический профсоюз, готовый бороться. Да, вот ребята собрались, их это всех касается, это их шкуры касается, их детей, их жены и так далее. Вот это надо создавать. Вот этим надо, чтобы люди не просто помогите мне, нет. Сиди и сам учи законы. Да, Саша, и обрати внимание, с чего вдруг возникает подобный профсоюз. С того, что дальше уже терпеть не получается. Вот все остальные терпят, а вот здесь конкретно людей достало. Это то, о чем говорил как раз Николай. Давайте объединимся. Объединимся в тот момент, когда конкретно достанет. Вот этих ребят на Volkswagen уже достало, и они сказали, все, хватит, а теперь мы будем решать наши вопросы. Потому что больше никто не решает. Там точка невозврата, и все-таки там каким-то образом англосаксонское законодательство. Как не крутить, все равно можно апеллировать и к Европе. На наших предприятиях таких самых 1200 этого не произойдет. Это и происходит именно только потому, что какой-то капитал сюда пришел хоть как-то. Хоть как-то регулирует эти вопросы. Но они очень быстро научились решать все это по-русски. Потому что не зря немцы 9 мая срочно разбежались пить шнапс за победу русского оружия. Да здравствуют русские в Берлине. Капиталисты что сделать? Они-то пытаются каким-то образом понять еще, что происходит. Сергей, я вот не уверен, что они даже понимают, что там происходит что-то вот подобное. Ну, среди них есть парочка говорящих на русском языке, хотя, конечно... А я смотрел, Сергей, вот те самые выкладки твои. Я видел этих двух людей, кто приезжал тогда на тест-драйв того самого Тигуана. Да, я их видел, но вроде ничего. Так какие-то надежды подают люди, с которыми хотя бы можно говорить и общаться. Я не знаю, любое другое предприятие просто бы не приехало. Так оно и не приезжает? Точнее, не предприятие, а представительство. Да, оно и не приезжало. Сергей, я первый раз вижу в истории, что представители приехали, да? Вот и поговорили, и посмотрели, и пообщались хотя бы с владельцами тех самых машин. Это для меня тоже порадовало тогда, кстати, очень интересно. Да, это говорит о том, что не все безнадежно, и о том, что все-таки инициатива частная нескольких людей, пусть даже один из них журналист, она может заставить сдвинуться с мертвой точки серьезные вопросы. Один в поле воин, да, Саша, подтверждая твою-то сентенцию. Один в поле воин. Вот не хочу отнимать, Сергея, еще много времени, тут его мало осталось, чтобы... Да, вообще не осталось. Вот людей призывают к одному. Ребята, бейтесь за свои права. Никто за вас не вступится, кроме как вы сами. Или платить большие деньги за адвоката, или сидеть и, скажем так, учить, зубрить то самое законодательство, в котором мы живем. Легче нам не будет, это 100%. Сейчас уже зароется даже любой самый высококвалифицированный юрист. Начинаем с самообразования и начинаем потихонечку разгибаться, потому что желающих согнуть нас в последнее время слишком много. И вдоль дороги, и поперек дороги. Разгибаться. Я добавлю. И давайте пробовать нагибать. Ну сколько можно разгибаться? Давайте пробовать нагибать. Ну, это удел сильных. Сначала нужно... Вот пускай все становятся немножко сильнее и поймут, что, ребят, только в ваших руках, да, то, что, собственно, как вы будете жить дальше. Или вы нагнете, или нагнут вас. Лозунг эсеров, помнишь, в борьбе обретешь ты право свое? Ну, да, что-то да. Ну, было немножечко в другой думе, не в этой, а в том веке еще. Был такой лозунг и действительно было абсолютно правильно замечено. Все, до завтра.